Введение. Процесс общения. Теорию общения между людьми, достаточно подробно рассмотренную в трансакционном анализе, можно вкратце свести к следующим положениям. Установлено, что младенцы в течение длительного времени, лишенные физического контакта с людьми, необратимо деградируют и, в конце концов, погибают от той или иной неизлечимой болезни. В сущности, это означает, что явление, которое специалисты называют эмоциональной депривацией, может иметь смертельный исход. Эти наблюдения привели к идее о сенсорном голоде и подтвердили, что наилучшими лекарствами от нехватки сенсорных раздражителей являются разного вида прикосновения, поглаживания и тому подобное. Что, впрочем, известно практически всем родителям из собственного повседневного общения с младенцами. Аналогичный феномен наблюдается и у взрослых, подвергнутых сенсорной депривацией. Экспериментально доказано, что такая депривация может вызвать краткосрочное психическое расстройство или, по меньшей мере, стать причиной временных отклонений в психике. В прошлом социальная и сенсорная депривация проявлялась в основном у заключенных, приговоренных к длительным срокам одиночного заключения. Действительно, одиночное заключение – самое тяжелое наказание, которого боятся даже закоренелые, склонные к физическому насилию преступники. Вполне возможно, что в физиологическом плане эмоциональная и сенсорная депривация вызывает или усиливает органические изменения. Если ретикулярная активирующая система мозга не получает достаточных стимулов, могут последовать дегенеративные изменения нервных клеток. Это может быть также побочным эффектом недостаточного питания, но само плохое питание может быть следствием апатии, как будто младенец впадает в старческий маразм. Таким образом, можно предположить, что существует прямая дорога от эмоциональной и сенсорной депривации через апатию и дегенеративные изменения к смерти. В этом смысле сенсорное голодание может быть для человека вопросом жизни и смерти точно так же, как лишение его пищи. Действительно, не только биологически, но и психологически и социально сенсорное голодание во многих отношениях аналогично обычному голоду. Такие термины, как недоедание, насыщение, гурман, разборчивый в еде, аскет, кулинарное искусство и хороший повар, легко можно перенести из сферы насыщения в сферу ощущений. Переедание, по сути, то же самое, что чрезмерная стимуляция. И в том и в другом случае, при нормальных условиях, в распоряжении человека имеется достаточно припасов и возможностей составить разнообразное меню. Выбор определяется личным вкусом. Возможно, что наши вкусы в основе своей имеют те или иные особенности нашего организма, но к рассматриваемым здесь проблемам это не имеет отношения.